Встречаем, встречаем! Вот это Мария! А это Масад! А это пара из седьмого! Надо закрывать подсчета! Громкие-громкие аплодисменты! Но вообще, конечно, этих детей мы тоже хорошо знаем. Уж Марию-то мы точно знаем. Она у нас третья сестра, да, Андрусенко, которые всегда были очень талантливые, творческие. Но с Макаром мы познакомились только недавно. Но я думаю, что сейчас я о нем тоже много узнаю. Не только я, но и все остальные. Мы объявляем первый конкурс, который называется конкурс визитки. Вам будет кто-то помогать? Или вы только вдвоем? Вдвоем. Вам нужны микрофоны? Я сейчас подам. Итак, микрофоны включены. Их проверять не надо. На кнопочку нажимать не надо. Держи, Маша. Держи, Макар. Итак, знакомимся. Мария и Макар. Всем привет. Всем привет. Сейчас мы расскажем о себе. Его зовут Макар. Он впервые в орбите. Ему понравилось выступать на сцене. И он решил поступить в школу талантов. Прекрасно. Аплодисменты. Школа талантов. Ее зовут Маша. Она уже 6 лет занимается гимнастикой. Она любит собак. У нее дома есть собака по кличке Лорд. Макар долго мне говорил, что он хочет научиться у меня танцам. И сегодня вы увидите, что у нас получилось. Прекрасно. Прекрасно. Гадка сестра талантов. Они сразу поняли, что Маша очень добрая, потому что любит собак. А Макар очень настойчивый, потому что он хотел научиться. И, видимо, научился. Правильно? Правильно. Итак, мы познакомились. Только у меня еще вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы вообще, как бы, ну, у вас есть симпатия друг к другу? Как? Что такое симпатия? Ну, это значит, нравитесь друг к другу? Честно, нет. Маша? Ну, я не знаю. Ну, он вроде как нормальный мальчик. Я тоже думаю. А если парень говорит нет, это значит, он просто думает да и стесняется сказать. Вот видишь, Мария говорит действительно, что ты достойный партнер. Ну, тогда партнеры. Спасибо. Я вам предлагаю поучаствовать в следующем конкурсе. Он называется интеллектуальный конкурс. Что такое интеллект? Вы знаете? Что это? Микрофон. Микрофон. Что такое интеллект? Я сам не знаю. Не знаешь, что такое интеллект? Я же объяснить не могу. Ну, понятно. Это ум. Просто ум. Ум. Если конкурс интеллектуальный, значит, что мы будем проверять? Электику. Кого? Электику. Электику. Ну, может быть, и электику, если бы я еще знала, что это такое. Интеллектуальный это значит, насколько вы способны мыслить, я буду узнавать. А именно я вам сейчас буду задавать загадки или какие-то логические задачки. А, может быть, вопросы, которые требуют интересного ответа. Готовы? Да. Готовы. Итак, первый вопрос, который я бы хотела задать Марии. Мария, отвечаешь, как понимаешь. Смотрите сюда. Итак, Мария, в каком случае даже в пустом кармане что-нибудь бывает? Ну, например, в кармане может быть, я не знаю, какие-нибудь крошки все равно. Крошки. Но он же пустой. Подумай. Вот здесь сейчас должен включиться твой интеллект. Смотри, пустой карман, но там есть. Там есть пустота. Там есть пустота. Аплодисменты. И еще что может быть в пустом кармане? Палец туда даже пролезть может. Может в пустом кармане быть. Рука. Рука, может быть. Аплодисмент. Он тогда, в принципе, не будет пустым. Но самое смешное, что в пустом кармане может быть дырка. Аплодисменты Маше. Для тебя вопрос. Скажи мне, пожалуйста, что можно увидеть с закрытыми глазами? Темноту. Так, что еще? Ничего. А все-таки подумай. Это же интеллект. С закрытыми глазами можно увидеть прекрасный... Сон. Сон. Абсолютно верно. Это правильный ответ. Тогда вопросы вам уже чуть посложнее. А именно загадки. Мария, тебе. Красные двери в пещере моей. Белые звери сидят у дверей. И мясо, и хлеб всю добычу мою я с радостью белым зверям отдаю. Что это такое? Давай еще раз смотри. Красные двери в пещере моей. Белые звери сидят у дверей. И мясо, и хлеб всю добычу мою. Зубы. Зубы и? И зубы. Двери. Двери и губы. Губы. Конечно же, аплодисменты Маше. Она догадалась. Интеллект в норме. Продолжаем. Поехали. Без него домой придешь, точно в дом не попадешь. Ключ. Абсолютно верно. Аплодисменты. Итак, мы проверили, насколько вы у нас интеллектуальные, а вы интеллектуальные. Дети, посмотрите, как вас поддерживают. Просто громкие аплодисменты. Ну что ж, тогда я предлагаю вам отправиться в дальнейшие конкурсы. Смотрите все время туда. Дальнейшие конкурсы будут состоять из того, что мы будем определять у мальчиков ловкость, зоркость, внимательность, а у девочек координацию движений. И пока мы поработаем с мальчиками, Машенька, ты можешь вот тут постоять и поболеть за своего партнера. У тебя есть друзья в отряде? Да, есть. Позови два друга на сцену сюда. Давай. Рома, Артем. Рома и Артем идут к нам на помощь. Рома и Артем. А Рома и Артем уже вышли. Встаем вот сюда. Вот сюда встаем. Центр зала. Центр зала. Кепка нам не понадобится. Положи ее, она будет тебе мешать. Центр находится вот здесь. Значит, встаем вот так вот. И так, смотрите, у меня есть линейка. Что это такое, знаете? Представьте, оказывается, это самый простой измерительный прибор. Да? Знали вы об этом? Вот сейчас вам нужно будет эту линейку поймать. Сможешь? Поможешь. И так, вот так сделай пальчики. Вот так. Я тебе линейку буду бросать, а ты ее ловишь. Готов? Готов. Проверяем. Ой, не получилось. Давай еще раз. Будь внимателен. Будь внимателен. Итак, поехали. Не, 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 не. Я буду же тебя отвлекать. Ой, не получилось. А что вы, поддержите аплодисменты хотя бы? Давай. И так, и так. Ну, третий раз точно. Давай. Молодец. Уходим. Уходим. Иди сюда. Иди сюда. Пробуем. Это специально для того, чтобы ты уже, ну, как бы понял, что будешь делать. Итак, давай, поехали. Пробуем. Не, не, не. Должно быть все по-честному. Вот именно так. Так. Давай еще раз. Пробуем. Ах. Еще раз. Ну, давай. С третьего раза должно получиться точно. Давай, сконцентрируйся. Ах. Опять не получилось. Ну, поднимай. Ну, что ж, я думаю, что ты будешь тренироваться в отряде. Стоп. Стоп. Артем. Артем. Возьми у него микрофон, и пока он будет выполнять это задание, постой там с микрофоном. Ну, что, готов? Поддержим его? Поддержим, поддержим. Итак, Макар, три попытки. Три раза поймаешь. Увеличится количество баллов. Один раз уменьшится. Ну, то есть ты понял, да? Итак, поехали. Линеечка у нас не очень длинная, но поймать ее можно. Ай, аплодисменты поддержите. И так, давай, 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 сконцентрируйся. И... Ай, почти. Ну, давайте, третья попытка поддержить его. Итак, давай, я тебе помогу. Сейчас я буду бросать. Молодец. Молодец, аплодисменты, забирай микрофон, поблагодарить друга за помощь. Спасибо, Рома и Артем. Да, но теперь, Мария, твои подружки, где они? Тася и Вероника. Тася и Вероника идут сюда. Ты можешь встать пока туда, потому что сейчас будут... Ну, или сюда, вот куда, потому что девчонки будут сейчас... Ой, нет, они нам не подходят. Объясню, почему. Потому что нам надо, чтобы у девочек была гладкая голова. Отправляй их обратно. Давай. Чтобы не было хвостиков. Машка, быстрее. Женя и... Женя и Даша. И Даша. Женя и Даша идут. А мы с тобой сейчас решим вопрос женской походки. Ну, давайте, вот давайте втроем. Девчонки, вы умеете ходить, как девушки, настоящие модели? Умеете? Умеете? Ну, давайте попробуем. Пошли. Да все еще за мной. Иди туда, туда иди. Идите за мной. Я-то умею. А вы оплатите. Спасибо. Ну, что ж, прекрасно. Ну, мне кажется, что у вас еще есть время эту походку отработать. Так вот, оказывается, что самые-самые подвижные в этом плане девушки живут в Индии. А знаете почему? Потому что они на голове умеют носить даже корзины огромные с фруктами. Я вам предлагаю сейчас потренироваться и попробовать сделать то же самое. То есть, пронести, идите сюда, книгу на голове, выполняя походку от бедра, постараться не уронить эту книгу. Итак, сначала будем мучить девчонок, не участниц. Готова? Ну что, аплодируем? Пробуем, да, конца сцены. Поехали. А если развернешься и сюда дойдешь, нам не надо будет идти за книжкой. Какая молодец, умничка. Так, иди сюда. Давай, Даша. Даша, давай. Подожди. Давай, Даша. Ра-ра. Давай, 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 давай. Ой, молодец какая. Ну все, девчонки, вам спасибо. Маша, говорим, спасибо, скажи. Теперь я точно справлюсь. Ну все, теперь у нас очередь. Убегайте, девочки. Теперь у нас очередь за самой конкурсанткой. Даша, готова? Переживаешь? Не мешай, они столь на дороге. Удачи, Маша. Не нравится, говорит она мне, да? Ага, поверили мы. Так, ты можешь руками сделать, чтобы тебе было... Я же не сказала идти. Маша, тебе удобно на голове? Да. Ну тогда аплодисменты. Стой, я тебе скажу. Все, если готовы идти, поддерживаем, поддерживаем, Маша. Маша, давай, Маша. Маша, молодец. И аплодисменты. Маша, Маша, ты лучшая, кричат из зала. Парень-то у нас уже тоже... Смотрите, стал просто Макар, я думаю, совсем по-другому уже относиться к Маше, да? Скажи, Макар, а ты с кем-нибудь танцевал на дискотеке медленный танец? Мы только быстрее. Что, что, что? Быстрее движение. У тебя есть девушка? Да! Врет! Врет? Да! Подожди, если есть девушка, она что, тебя запрещает? Она... Подожди, давай обсудим, давай. Девушка в городе осталась? Ну, можно, да, так сказать. В смысле? Что за загадки? Она здесь? Нет. Нет, она осталась в городе? Да. Она тебе запретила танцевать медленные танцы? Нет, она вообще об этом не знает, что я уехала. В смысле? А что за девушка, что она не знает, что ее парень уехал? Я подруге сказала, что передала. А, ну, значит, она уже знает. Давай так, мы ей не скажем, но у нас есть такая заготовочка. Дело в том, что медленный, небольшой фрагмент танца, насколько интеллигентно это делает молодой человек. Итак, твоя задача пригласить даму на танец и изобразить прекрасную танцевальную композицию. Поддержим аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И скажем «Молодцы!» Молодцы! Да, я так думаю, что вы болеете за своих ребят? Да? Вы хотите, чтобы именно они победили? Да! Тогда давайте за них покричим. Или выговорить «Маз-ка! Маша! 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 Вот так мы добились. Маша Маша Все готовы Итак, до нашего завода от Маши и Макара Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok